Наш эфир продолжает программу «Час» с Иваном Денисовым. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы с вами, по-моему, еще не обсуждали тему отмены дака этого исполнительного указа президента Обамы. Да, вот собирались, но праздник немного наши планы исправил, поэтому поговорим, наверное, на ней сегодня об отмене, хотя, на самом деле, если бы говорили неделю назад, то, возможно, интонации и акценты были бы иные, ну, как бы то ни было. Я, как по-доброй уже традиции, благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. Ну, и прежде чем перейти к этой теме, все-таки, да, напомню, что сегодня, ну, вы кто-то из меня, без меня, конечно, все помнится, но, тем не менее, сегодня, конечно же, трагическая годовщина теракта, и год назад мы на эту тему более подробно говорили, я уж повторяться не буду. Но, тем не менее, конечно же, все мы помним, все тех, кто погиб в тот день, жертв исламского терроризма, все мы были тогда едины, ну, я думаю, и сейчас остались. И поддержка Америки, поддержка западной цивилизации, она остается для нас самой важной темой. И вот если говорить про сам этот указ, теперь уже перейдем к нему, то, безусловно, что в нем особенно ничего не было конституционного. И, конечно же, Конгресс бы вряд ли его принял в таком виде. Я напомню смысл его в том, что нельзя, даже в названии его там есть слово, что остановленные, приостановленные действия, ну, против нелегалов, якобы несовершеннолетних. То есть, что они были несовершеннолетние на момент попадания в Соединенные Штаты. Но если даже отвлечься от того момента, что то, как он принимался, это противоречит Конституции, то следует признать, что он вот тут разговоры о том, о форме, они немного уводят в сторону от содержания. А содержание таково, что сам по себе этот указ, он и все возможные действия, он абсолютно нечестный, по моему убеждению, конечно же. Он абсолютно противоречит американской политической традиции, американской политической культуре. И он должен быть просто аннулирован без каких бы то ни было разговоров. Поскольку, согласно вот этому закону, указу, указу пока, к счастью, подразумевалось, что есть группа людей, на которые вот все законы основные не распространяются. Ну, хорошо, не все, но, по крайней мере, связанные с эмиграцией. То есть, старый орловский принцип, все его помним, да, все равны, но кто-то равен более, чем другие. И здесь он используется. Это уже нарушение не только Конституции, это нарушение Декларации. Все мы помним, Декларация независимости провозглашает всех людей равными. И, естественно, мы исходим из того, что они равны, прежде всего, перед законом. И, таким образом, это действие Обамы, это действительно прямое противодействие от самоснователям, это прямое противодействие Декларации независимости. Потому что правительство из механизма, цель которого с поддержанием и сохранением естественных прав и основополагающих документов Соединенных Штатов, превращается в какую-то такую махину, которая вот сама решает, на кого законы будут распространяться, на кого они распространяться не будут, исходя из конъюнктуры этого момента. И Обамы это прискорбное действие совершил совершенно зря, конечно же, но теперь уже что говорить. Более того, если уж продолжать, я упомянул нечестность, то это крайне нечестно к тем, я уверен, что ко всем, например, нашим слушателям, которые претерпели массу неудобств, бюрократических препонов, чтобы попасть в Соединенные Штаты, а здесь как-то привезли родители незаконно, и все нормально, все живи и радуйся. Более того, возможно, я, конечно, здесь ошибаюсь, но вот я, извините, не верю, что человек, который попадает в Штаты незаконным путем, он эту страну будет любить так же, как люди, которые прошли через очень многие, повторяю, испытания, именно для того, чтобы жить там. Все же характер, он закаляется через испытания. Поэтому здесь, повторяю, абсолютно нечестно по отношению к тем людям, которые через все законы, через все правила прошли, чтобы попасть в Соединенные Штаты. И при этом все, в общем-то, доводы левых либералов и демократов, если вдуматься, то там их несколько, но основной, который встречался чаще всего, он, знаете, была такая советская, потом российская рок-группа, аукцион. У них есть песня, которая вся состоит из одного слова, которое повторяется на разные лады, это слово «дети». Вот так и либералы. Никаких, в общем-то, доводов, почему вот эти нелегалы должны остаться, их нет, кроме того, что они дети, дети, деточки, детишки, как в той самой песне. И, в общем-то, все. Но, знаете, еще ныне здравствующий, к счастью, британский, кстати, даже не американский, консервативный соист и в прошлом врач-психиатр, Энтони Дэниелс, он пишет под псевдонимом Теодор Далримпл, вот он в одной из своих лучших книг предупреждал, да и не предупреждал, а констатировал, как врач, что вот западное общество, оно страдает от одной серьезной проблемы, это сентиментальность чрезмерная и преобладание эмоций над здравым смыслом. И здесь либералы включили именно вот эту вот машину, что давить на жалость, давить на сентименты, и то, что есть, повторяю, законы, то, что есть основополагающие документы Соединенных Штатов, и есть вполне ограниченные этими документами функции правительства, это либералы задвигают на второй план, они это игнорируют, их это не интересует. То, что многие из этих детей, прямо скажем, уже далеко не дети, а вполне себе солидного возраста, ну, это их уже не волнует. Следующий момент, на который они так давят, это то, что, ну, вот дети не должны отвечать за то, что совершили их родители. Ну, в общем-то, да, безусловно, не повезло с родителями, что теперь поделаешь. Но, опять, это эмоции. Американское правительство не может заменить родителей. Это не его функция быть добрым, там, не знаю, кем. Повторяю еще раз, американское правительство существует для того, чтобы следить за соблюдением законов, в основе которых, ну, не все, может, законы нас устраивают, но, тем не менее, тут уже другой вопрос. Но законы, которые должны так или иначе исходить из естественных прав и из основополагающих документов Соединенных Штатов. Но нигде не сказано в этих документах, насколько я помню, что правительство должно быть матерью, отцом и кем угодно, и тем более исправлять ошибки родителей. Может, кому-то покажется жестоко, но извините, тут уж ничего не поделать. И вот под это самое дело, к тому же, демократы и либералы, ну, практически уже одно и то же, третье вот это вот их направление, атаки на консерваторов и республиканцев, это привлечение к себе, так скажем, центристов, на самом деле представителей истеблишмента республиканского, показывать на них пальцем, что вот они настоящие консерваторы, и они на самом деле за то, чтобы нелегалов натурализовать и так далее, и тому подобное. И, разумеется, припоминается и то, что, в общем-то, и при Рейгане была эта амнистия, хотя один из людей, ближайших помощников Рейгана, прокурор Мисс, потом говорил, что это, в общем-то, серьезная ошибка, так как амнистия тогдашнего 1986 года привела к довольно-таки прискорбным результатам. И здесь напрочь, в общем-то, забывается то, что попытка преподать левыми вот эту вот идею, что на самом деле истинные, по их мнению, консерваторы, а не за амнистию для нелегалов, а вот это все пришел злой Трамп и все испортил, это полная чушь, и это старый их тоже ход, к сожалению, сейчас-то работающий, вот давить с помощью истеблишмента на консерваторов. Поскольку для меня, скажем, главный авторитет, один из главных авторитетов, хорошо поправлюсь, это в области вообще консерватизма, это Стэнтон Эванс, к сожалению, на непокойный, он умер в 15-м году, но он работал очень долго и плодотворно, несколько тем он в своей жизни исследовал, но вот последнее, чем он занимался незадолго до своей смерти, это как раз вопросы эмиграции, и он много писал о том, что как только республиканцы начнут подыгрывать демократам и согласятся на амнистию, это будет практически равнозначно самоубийству, потому как республиканская партия и подорвет свои позиции, поддерживает то, чего не должна поддерживать, ну и плюс нелегалы, это 99%, может меньше, но я не думаю, я все-таки Эвансу поверю, это те, кто голосует за демократов, и так как на самом деле демография среди демократов, она немного начинает спадать, поскольку образ жизни либералов, он как-то не способствует тому, чтобы были дети и продолжение рода, поэтому они пытаются на чужих давить, как в университетах, но вот приток же нелегалов, он создаст очень мощную поддержку как раз для демократов, для левых, и станет их электоратом, и как писал Эванс, зачем давать левым, зачем давать демократам такое оружие, ну вот, к сожалению, Эванса не стало, Колтер продолжает его традицию, но у Колтера все же немного скандальная репутация, хотя здесь она абсолютно права, и, кстати, ее книга об опасности эмиграции, ее рецензировал никто-нибудь, а совал, и вот совал, ты тоже был согласен с ней на самом деле. И вот здесь вступает Трамп, он, как вы помните, говорил о том, что отменит Дака эту самую, и акт указа Обамы, действительно, об амнистии 14-го, кажется, года был отменен, уже все было в порядке, и я сам говорил, что жду, что Трамп отменит вот это вот, и был, когда пошли первые сообщения, что вот-вот он ее отменит, я был безмерно рад, что вот происходит то, что происходит, и действительно я готов Трампу аплодировать, но вот то, что произошло в прошлый вторник, скорее выглядело так, не вызвало, в общем, у меня ожидаемая радость. И можно говорить о том, что это вот, чуть, может, позже еще к этой теме вернемся, даже не может быть, а наверняка, что это вот часть такой сделки Трампа с демократами, которую можно на самом деле отчасти оправдать, но чуть позже об этом. Но вот это тот самый пункт сделки, который самый опасный и самый нехороший, поскольку если Трамп действительно предлагает, вот на данный момент он останавливает этот указ Обама, но делает все, чтобы, по его словам, вроде как никого там не пострадал, никто не пострадал, но экшен, да, как он писал, никого никого не депортировали, но и пусть Конгресс что-то делает и придает вот этому указу вид закона, это очень, повторюсь, опасная вещь, потому что консерваторы, они и избиратели Трампа, они однозначно против этого указа. Я специально смотрел ради интереса опросы по консервативным сайтам, там на одном вообще 88 против 12. И если Трамп идет на поводу у демократов настолько серьезно и практически капитулирует, громкие слова, но выглядит именно так перед вот этим самым болотом пресловутым, перед республиканским эстеблишментом, то здесь последствия могут быть очень нехорошие, потому как это действительно будет очень сильное разочарование и в республиканской партии, которая сильно повредит на следующих выборах. Но это будет и едва ли не самое серьезное поражение самого Трампа, поскольку многие, если говорить о его двух наиболее сильных проблемах во внутренней политике, это увяз он в отмене Обама-Керр и как раз вот вопросы эмиграции, то Обама-Керр ему теоретически избиратели, скрипя сердце, могут простить, и потому что они будут вполне разумно видеть в том вину прежде всего Конгресса, и как бы то ни было, если мы вспомним кампанию предвыборную, то Обама-Керр, как так или иначе почти все республиканцы выступали против. И здесь Трамп, в общем-то, не выделялся. Но именно твердая и последовательная, ну назову ее последовательной, ладно, твердая все же, хорошо на этом остановлюсь, Трампа по эмиграции, то, что его выделяло. И стало, безусловно, одной из главных причин его победы, в конце концов. И если на сегодня он вдруг все-таки, повторю, капитулирует, то это будет очень серьезное его поражение. И могут, конечно, сказать, что ему надо стараться объединять, и что не надо ему обращать внимание только на своих избирателей, а выходить на более широкую аудиторию и так далее и тому подобное. Извините, не верю, потому как Обама, например, в своих действиях опирался именно почему-то на левую часть электората и не обращал особого внимания на консерваторов и даже на центристов. По моему убеждению, Трамп тоже должен уже твердо себя обозначить не столько вот прагматиком и игроком, как мы его видим, который просто делает ставку на консерватизм. Вот сейчас пора показать себя действительно консерватором и добиться того, чтобы его действия по ужесточению миграционных законов были реализованы. Я здесь все-таки позволю себе такой короткий оптимистический момент, что может быть игра Трампа более сложная, чем все мы видим, и затянув время, добившись каких-то своих успехов, надеюсь, они будут, о которых чуть позже мы тоже поговорим, он потом, вот через эти самые полгода, добьется того, что вот либо путем вета, и который не удастся преодолеть Конгрессу, либо сам Конгресс увязнет в деталях, и что все-таки Дака, она благополучно сгинет. Мне хочется на это надеяться. Но пока у меня опасения есть, честно признаюсь, и повторюсь, если неделю назад я был готов Трампа очень хвалить за отмену, то вот сейчас у меня скептицизм остается, и я опять жду, что Трамп все-таки этот скептицизм опровергнет, но опасения есть, и я думаю, согласитесь вы со мной или нет, но, по крайней мере, в том, что Дака вещь вредная, со мной согласитесь точно. Ну, здесь я, видимо, прервусь, и если Сергея что-то добавит, то с удовольствием ему слово передам. Для начала давайте примем звонок, а потом попробую добавить. Пожалуйста, вы в эфире. Да, спасибо. Вот из этой ситуации, когда государство сразу сыграло на двух законах. Так сказать, 36-летний мексиканец обременил 16-летнюю, тоже латинос, девочку, и тот, и другой нелегалый. Девочку никто не тронул, родила, она тут не трогает по закону, а его депортировали. Она осталась без света для существования, потому что у нее никого нет. И где здесь, так сказать, и те выполнили закон, и эти выполнили закон. А, как говорят, а где, так сказать, какая разница? Она оказалась между ногами разницей, и больше ничего. Ну, я не знаю, как на это реагировать. Тут, в общем-то, у меня, может быть, слишком жестокий ответ, но вообще-то надо следить немного за тем, что ты делаешь, и с кем спешишь, и все такое прочее. И у меня, ну, как бы сочувствие на человеческом уровне есть, но почему кто-то должен помогать девочке из-за ее совершенно идиотских действий, я, извините, не понимаю все-таки. Может, там, да, какой-то община местная ей должна помочь. Кстати, почему-то латиноамериканские общины тоже не помогают своим, а все ждут, что им правительство помоет. А заниматься этим должна не правительство, еще раз повторяю, а община, в которой девочка должна обретаться, и которые вот эти вот американские настоящие общины, которые люди объединенные и помогающие друг другу, то, что либералы разрушают на протяжении всего XX века и XXI, вот это не работает. Если, извините, в XIX веке президент Кливленд накладывал вето на законы проекта о финансовой помощи жертвам аварий, был там такой, но при этом никто не пострадал от этого. Сами же люди в этом штате собрали деньги и всем помогли. Тогда это работало. Сейчас нет, потому что, опять спасибо демократам, которые делают все, чтобы это ушло к правительству. Моя позиция такая по этому вопросу. Абсолютно понятная, абсолютно консервативная позиция. То есть благотворительностью всегда занимались частные лица. То есть люди, которые могли поделиться деньгами или чем-то временем и так далее. А потом правительство оттянуло все это на себя, и теперь за счет вот этой якобы благотворительности покупает голоса избирателей. У меня вопрос к вам. Как вы думаете, вот это решение под АКО, не явилось ли оно следствием того, что Белый дом, администрацию покинули, скажем, Беннон, Горка, и около Трампа остались Иванка и Джаред? К сожалению, да, это и есть. Трампу все же... Мы с вами тоже об этом говорили еще и в прошлом году, что у Трампа все-таки нужно... Теперь уже я это слово скажу, хотя я его избегаю. Идеологическая основа. И Беннон, как к нему не относились, он ее давал. Сейчас такой опоры идеологического Трампа, видимо, нет. И это вот настораживает. И немало. То, что у него нет идеологического стержня, об этом я говорил еще до выборов, во время выборов, и сейчас, повторю, у Трампа нет вот такого консервативного идеологического стержня. И действительно, люди, которые окружали его, играли значительную роль. И боюсь, что ситуация... Но он популист. В принципе, меня устраивает... Ну, во-первых, помните, я сказал однажды, что даже если Трамп будет президентом одного действия, он выберет Верховный суд, консервативного судью, как бы меня это уже устраивает. Это он сделал. А потом он предоставил программу, которая, в принципе, несет на себе отпечаток такого консерватизма. То есть уменьшение налогов, отмена регулирования значительной степени и так далее. Независимость энергетическая. То есть, в принципе, границы, безопасность. То есть все то, что, в принципе, о чем говорили консерваторы, то, что является, так сказать, девизом консерваторов. И меня эта программа тоже вполне устраивает. Другое дело, что, скажем, Нева-Трампы начинают и с этой программой бороться, им и это не нравится. И я думаю, что Конгресс отчасти ведет себя таким образом, потому что эстеблишмент не принимает Трампа до сих пор и в глубине души рассчитывает на то, что в лучшем случае они, так сказать, смогут каким-то образом от него избавиться, в худшем случае они смогут саботировать его действия, чтобы не дать ему возможность быть избранным на следующий срок. С другой стороны, мы понимаем, что многие, кто представляет так называемый республиканский эстеблишмент, на самом деле работают на группы интересов, на тех, кто финансирует их избирательную кампанию. Скажем, там кого-то финансирует Чемберс оф Каммерс, кого-то страховые компании, кого-то там поддерживают большие корпорации, которые заинтересованы в рабской рабочей силе, в дешевой рабочей силе, поэтому и вот эти законы, связанные с эмиграцией, не проходят. То есть, и как результатом может явиться то, что Конгресс при его низкой популярности, я имею в виду Конгресс вообще, а республиканцы в частности, ведь, скажем, популярность лидеров, республиканцев в Нижней Палате, я имею в виду Райана, и в Верхней Палате Макканнелла, просто там чуть ли не однозначные цифры по сравнению с Трампом. Если у Трампа невысокий рейтинг, там до 40%, то у лидеров-республиканцев он и того не меньше. И я не знаю, как избиратели поведут себя на промежуточных выборах. Скорее всего, если так дальше пойдет, если никаких результатов, если они провалят экономическую реформу, я не удивлюсь, если они потеряют контроль над Конгрессом в 2018 году. Да, такая опасность, безусловно, есть. Но вот что касается взаимодействия с Конгрессом, то к этой теме нам, наверное, еще стоит вернуться, но, видимо, уже после рекламы. Сейчас сделаем небольшую паузу, после чего вернемся и обязательно продолжим. www.radionvc.com Интернет-адрес мира информации Заменяет газетные издания, модные журналы и телепрограммы. Комментируйте, задавайте вопросы на сайте www.radionvc.com Возвращаемся в программу «Час с Иваном Денисовым». Телефон в студии 847-400-5200. И давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. Я полагаю, что вы должны были знать, что Трамп ничего не отменял. Он не должен, ему не нужно отменять. Потому что этот закон сам, в смысле не закон, а этот указ заканчивается где, по-моему, в конце сентября. Единственное, что он сделал, он сказал, что это пусть решает Конгресс, а он не будет вычелять этих вот дак в течение шести месяцев. И в течение шести месяцев Конгресс должен был, должен решить. Это первое. А второе у меня вопрос. В Америке есть хорошее такое выражение, что это мне? Так вот я хочу спросить, что это вам, вот этот закон? Благодарю. Как гражданину России. Я, хоть и гражданин России, с очень большим уважением отношусь, как вы могли заметить, к американской политической системе и ее основополагающим законам. И для меня этот указ, это очень грубая атака на все то, что основополагающие законы Соединенных Штатов и американская система представляет. Ну, я попытался это объяснить в начале выпуска. Не знаю, насколько у меня это получилось, но, по крайней мере, я постарался. Что касается действий Трампа по тому, что там с этим указом, то в результате получается так, что он все-таки его жизнь продлевает. И со стороны Трампа было бы разумнее, пусть это, можете называть это каким угодно, декларативным действием, он же обещал, что чуть ли не в первый день это отменит. Этого не произошло. Сейчас им надо было более четко сформулировать. Может, не в такой форме, как я это сделал. Источно на английском языке. Но то, что закон противоречит, как я уже сказал, указ, хорошо, постоянно делают серьезную ошибку, указ противоречит всему, что представляет собой американская система и, если угодно, консервативная философия. И что он, как человек, избранный именно республиканцами, преимущественно консерваторами, хочет от нее избавиться. Попытка его угодить демократам, она ни к чему не приведет, они его все равно не полюбят никогда. Вообще интересно. Америка всегда для всех людей, не лишенных здравого смысла, была неким таким ориентиром. И люди всегда переживали, люди, которые понимали это, понимали, на чем зиждется успех Америки, понимали смысл ее Конституции, всегда сопереживали тому, что происходит в Америке. Мне бы очень хотелось, чтобы наш радиослушатель относился и сопереживал тому, что происходит в Америке, и также чтил нашу Конституцию, как это делает гражданин России Иван Денисов. Честное слово, если бы людей вот с таким же пониманием и отношением к Конституции в Америке было бы больше, уверяю вас, мы бы жили еще лучше. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо за перезначение. Будьте добры, поясните. Трамп за отмену НАТА. Демократы нет. А в чем состоит соглашение, в чем, какие уступки делает Трамп? Вот будьте добры. Я вас послушаю по радио. Спасибо. Да, но главная уступка это то, что он вроде как отказывается от активных действий вроде депортации и предлагает Конгрессу разобраться, а не просто аннулировать, как это следует. Ну и потом, уже, наверное, можно к этому перейти. На прошлой неделе же вообще Трамп обозначил свое такое согласие с демократами, в смысле поднятия долгового потолка. Давайте, Иван, давайте мы эту тему подробненько разберем. Сначала примем звонок, а потом вернемся вот к этой теме конкретно. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. То, что Барак Обама своим распоряжением узаконил, так сказать, вот этих вот нелегалов, это, конечно, антиконституционно и как бы оставит нашу страну в положение страны третьего мира. То есть, никакой закон для некоторых не действует. Для демократов, по крайней мере, они делают все, чтобы увековечить только собственную власть здесь. А почему, собственно, Дональд Трамп переложил ответственность на республиканский конгресс? Я его полностью поддерживаю. И понимаю это так, что провалили республиканцы, провалили Обама-Керр, проваливают все, что только можно. То есть, они саботируют почти так же, как и демократы. Выступают тот же Пол Райан и МакКоннелл, выступают с осуждением нашего президента. Вот он сказал, вот этим вот своим, так сказать, перекладыванием на плечи республиканцев, он показывает, вот сейчас покажите, что вы делаете, что вы можете сделать и что вы хотите сделать. Потому что они в свое время, все время говорили и про то, что они против Обама-Керр и не раз голосовали против этого, и то, что они против нелегальной демократии, нелегальной иммиграции и так далее. Поэтому я считаю, что он совершенно правильно сделал. Это многоходовая игра, и она правильная игра. Потому что избиратели должны понимать, кто есть кто, и кто заботится действительно об этом народе. И еще хочу... Собственно, хватит на сегодня. Спасибо. Спасибо вам. Знаете, хорошо, если вы окажетесь правы, я буду только рад. Но игра, сами понимаете, ее можно и проиграть. И если вы говорите, что пусть республиканты что-то делают, а ведь не дай бог сделают, сделают и примут, вот сделают этот указ законом, вот тогда уже получится, что Трамп этим перекладыванием ничего хорошего не добился, к сожалению. Но, повторяю, если мой скептицизм будет снова Трампом провергнут, ну, я буду только рад. Почему-то мне кажется, что республиканцы поступят именно так, а вот они узаконят этот указ, поскольку МИДе, Академии удалось навязать американскому избирателю такой эмоциональный подход. Вот они показывают положительные примеры, вот они постоянно говорят о том, что экономика потеряет сотни миллиардов долларов, там в каждом штате отдельно своя пропаганда работает, что в нашем штате потеряют там 40 миллиардов долларов, экономика и так далее, и так далее. И плюс этот эмоциональный подход, когда анекдотические примеры приводят, там вот один человек, вот у него такая судьба, и как вот он теперь, и так далее. И поэтому 70% населения страны считают, что закон этот должен, что эти нелегальные дети, которые были привезены сюда, или сами приехали в возрасте до 16 лет, они должны здесь остаться. Мало того, они еще будут требовать чтобы им предоставили гражданство и так далее. Поэтому я боюсь, что республиканцы примут закон, который узаконит вот этот указ Обамы. Давайте примем еще один звонок. Нет, все, звонки принимать сейчас не будем, мы сейчас должны сделать перерыв, а уже после перерыва обязательно вернемся, примем все звонки, или вернемся к этой теме сделки между Трампом и демократами. Возвращаемся в программу «Час» с Иваном Денисовым. Телефон в студии 847-400-5200. Давайте примем звонки. Да. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Пожалуйста. А если это будет утверждено или не утверждено, разве это не будет следование Конституции? Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что Конгресс должен утверждать, Конгресс должен по-станам принять, а Трамп его подписать. Если это произойдет, то по форме это будет следовать, но по сути нет. Указ, который снял ограничения на иммиграцию 65-го года, но он тоже был принят. Но привел он к нехорошим результатам и подорвал очень многое в американской системе. Конечно, по-хорошему надо будет. Но это конституция умная. Сейчас, минуточку. Чтобы это доходило до Верховного Суда, но и здесь есть опасность. Когда это в 82-м году кто-то из либеральных судей вписал вот эту знаменитую реплику о том, что все, кто родился на территории Соединенных Штатов, должны признаваться гражданами. Хотя изначально, если мы исходим из оригиналистской трактовки Конституции, речь шла только о чернокожих. Ну и пошло-поехало. Так что здесь видите форму и содержание. По форме, да, вы можете сказать, что все по Конституции, но по сути своей никто меня не переубедит в том, что я вам сказал. Это противоречит Конституции. Позвольте, я пару слов вставлю. Значит, Иван абсолютно прав. Это будет конституционно, если Конгресс примет этот закон. А теперь давайте обратимся к недалекой истории, когда в 80-е годы Рейган подписал закон об амнистии. Когда демократы его просто обманули. Ну, впрочем, как всегда они поступают. Там 3 миллиона амнистировали. На сегодняшний день у нас речь идет о том, что у нас нелегально здесь находится там от 12 до 20 миллионов нелегалов. То есть подписанное в свое время Рейганом закон об амнистии привел к тому, что количество нелегалов увеличилось в 5 раз. Так вот, если сейчас конституционным путем Конгресс подпишет, примет этот закон, где дети, которые поступают, приезжают сюда в возрасте до 16 лет, как вы думаете, какие будут последствия этому? Ну, на основе вот примера, который я вам привел. Будет такие, какие бы они ни были. Они будут... Или будут люди законно, кто здесь, или будут жить незаконно. То есть... Ну, понятно. Все. Значит, сегодня речь идет о 800 тысячах, из которых примерно половину сфальсифицировали свои данные с тем, чтобы попасть под этот указ. Так вот, если... Я вам могу рассказать, что получится. Если этот закон будет принят, если на границе ничего не изменится, а в том случае, даже если сейчас что-то изменится, а потом при выборах очередного демократического президента, он предпримет все усилия, так, как это сделал Обама, вплоть до того, что чуть ли не вывозили из Центральной Америки сюда детей без сопровождения родителей. Так вот, это число так называемых детей увеличится в несколько раз или в несколько десятков раз. То есть у нас будет не 800 тысяч детей, которые въехали сюда нелегально, а будет, скажем, 8 миллионов детей. Хорошо это или плохо? Ну, вам кажется, что хорошо, потому что это потенциальные избиратели демократической партии. Мне кажется, что экономика этого не выдержит. Ну, просто вот посчитайте, если в среднем на каждого студента в школе тратится примерно 13 тысяч долларов в год, посчитайте, во что это выльется. Я уже не говорю о том, что бесплатное питание, проживание, фодстемпы, медицинское обслуживание и так далее. Посчитайте. Вы же с арифметикой, наверное, в ладах. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Вы меня отключили. Ну, потому что я вам сказал, вы ответили. Послушайте, дайте же мне сказать. Да нет, друг мой. Я вам дал сказать, вы сказали, я вам ответил. Достаточно. Потом я еще немного добавлю, что не забывайте, что документов два основополагающих. И даже если как-то там можно натянуть по форме соответствия Конституции, с декларацией независимости, вы это не увяжете, потому что принцип праведства перед законом, он нарушен. Вот, собственно, и все. Вступать с вами в бесконечные споры. Я вас не смогу переубедить. Вы меня не сможете переубедить. Поэтому мне не хотелось бы тратить время на пустые разговоры. Я вам привел конкретный пример того, что произошло в 83-м году. И какие были последствия. Это вот то, что вот здесь, сегодня видно последствия. И об этих же последствиях я вам сказал, если будет принят такой закон. Это не имеет смысла дальше разговаривать. Вы как были коммунистом, демократом, и так и мы останетесь, поэтому взгляды ваши будут такие. Вы обещали никогда не забыть, что 11 сентября мы никогда не забудем. А потом вы ходите на демонстрации, требуя от Трампа, чтобы он отменил свой указ, ограничить наплыв исламистов в нашу страну. У вас у демократов короткая память. Очень короткая память. Ну, а теперь давайте перейдем. И, кстати, не забываем, что генерал Джон Келли как раз указывал на то, что именно через южную границу очень много исламистов в Соединенные Штаты и попадают. Давайте примем еще один звонок, и потом перейдем к этой теме. Пожалуйста, Уфили. Здравствуйте еще раз. Вы знаете, конечно, Сергей, вы абсолютно правы, но меня, знаете, что поражает в выступлениях вот этих вот людей? Это люди не молодые. Одно из двух. Если они работали, то они не понимают, что social security дышит на ладан, Medicare дышит на ладан, и Medicaid тоже самое. То есть в течение ближайших 10 лет все это подохнет. Если только наш президент Доналд Трамп не сделает вот такие серьезные новые законы, которые бы вернули нашу страну на правильные рейсы. Он многое что уже сделал, экономика поднялась, unemployment упал и так далее. Так вот эти люди не понимают. Обама 20 миллионов, ну не все 20 миллионов, 10 триллионов долга сделал, специально, чтобы разрушить эту страну. То есть каждую секунду миллион наших денег тратится на обслуживание этого долга. У нас колоссальные задолженности по всему. Они что думают, вот эти люди, что если будут еще новые вот эти всякие иллегалцы, иммигранты нелегальные и все прочие, что от этого им будет лучше? От этого будет им только хуже, потому что денег нет. Спасибо большое. Вы действительно правы, и social security, и Medicare красным идет, то есть денег не хватает, и скорее всего эти программы будут сокращаться. А человек не согласен с Трампом, что он хочет понизить налоги, поскольку человек уже скорее всего на пенсии, налоги он не платит, и как бы его это не очень колышет, и ему до этого нет дела. До этого есть дело тем людям, которые работают, которые зарабатывают деньги, которые платят колоссальные налоги, и ждут, что правительство немножко поурежет свои аппетиты, и налоги снизятся. А те, кто не получает, не работает, им, конечно, до этого дела нет. Итак, вернемся к сделке. Трампа с демократами – это очень важная тема. Да, наверное, не знаю, как мы ее успеем, но если очень быстро, то вы знаете, наверное, ее подробности, уж не будем на них останавливаться, что Трамп согласился при помощи того же самого закона, да, уже закона, можно сказать, о помощи финансовой жертвам урагана, но при этом он согласился поднять долговой потолок на три месяца, хотя республиканцы предлагали это сделать до 18-ти. И если очень коротко охарактеризовать, то я как бы не согласен ни с теми, кто видит в этом предательство со стороны Трампа, ни с теми, кто видит какой-то уж совсем замечательный ход. Потому что предательства все-таки нет. И если Трамп добивается того, что демократы в обмен вот на это помогают ему в реализации налоговой реформы, а судя по всему идет к этому, и Трамп прекрасно понимает, что на сегодняшний день его самая сильная сторона – это экономика, и как вот сказала слушательница, сейчас действительно экономика, это даже критики признают на подъеме, и скорее всего, ну не скорее всего, точно его реформа, она еще больше этому поможет. И тогда у Трампа появятся безусловные преимущества. Тем более, что, как пишут обозреватели, вот Дэр и Мёрдок, к примеру, из National Review, что МакКоннелл и Райан, они ничего не пытались получить с демократов в обмен на свои какие-то условия. То есть здесь Трамп себя показывает человекам, которые, да, готов сделку провести, и при этом показать МакКоннеллу и Райану, которые полностью провалили свои данные им потенциал, могли бы войти в историю на уровне, там, Роберта Тафта, как минимум, а не в результате, ну ладно. Так вот, с одной стороны, да, плюс у этой сделки есть. Но с другой стороны, есть еще одно старое политическое наблюдение, что когда начинаешь сотрудничать с противниками, то очень трудно остановиться. И для того же Рейгана, его, вот Сергей тоже это напомнил, его демократы, в общем-то, неоднократно обманывали, так скажем. И как бы Трамп не попался в ту же самую ловушку, опасения есть. Поэтому вот здесь действительно, эта игра, игра довольно-таки опасная. Если все у Трампа получится, то он молодец, и реформа его будет принята и реализована, это будет очень большое подспорье, но это не отменяет тех проблем, о которых мы говорили в первой части. Но если он, вот действительно, лишившись сильной идеологической опоры, будет все больше и больше попадать под влияние демократов, что более чем вероятно, то вот это не очень хороший момент. Поэтому здесь я так осторожен, но вот в силу все-таки какого-то природного скептицизма опасения у меня тоже вызывают это его сотрудничество. Ну что ж, Иван, огромное спасибо, как всегда, содержательно и интересно, и с нетерпением будем ждать следующей встречи. Спасибо. Я тоже. Спасибо всем слушателям. Спасибо вам, и до встречи через неделю. Слушайте Народную волну 24 часа в сутки. 7 дней в неделю в интернете. Радио-нвси-точка-кам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова